Как многие знают, большая часть информации в мире написана на английском языке. И история не исключение. Новейшие книги и исследования сначала публикуются именно на английском. Тем, кто хочет быстрее остальных узнавать новости о последних археологических открытиях и исторических гипотезах, мы рекомендуем онлайн-школу английского языка LingTime. Ее преподаватели обладают богатым опытом работы и используют персональный подход к каждому ученику. Они устанавливают определенные цели для каждого уровня владения языком, что позволяет достичь конкретного результата. Для каждого урока подготовлены отдельные темы и материалы. При желании вы можете сменить преподавателя, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт. Обучение в LingTime проходит по плану, специально разработанному командой школы. Он соответствует европейской системе оценки владения языком. В LingTime отсутствуют тарифные планы. Вместо этого школа предлагает готовый план обучения для каждого уровня. Все они доступны по низким ценам. Кроме того, занятия можно оплачивать отдельно. Например, покрывать половину или четверть стоимости за раз. Переходите по ссылке в описании и не упускайте возможность получить услуги премиум-класса по доступной цене. А вы знали, что тысячу лет назад на планете была ядерная война? Древние русы летали к Альдебарану на войну с ящерами, а древние япы выкопали Тихий океан? Шутка, конечно, но не спешите смеяться, когда в очередной раз услышите о каком-нибудь фантастическом изобретении предков, которое загадочным образом было утеряно, ведь что-то из этого может оказаться правдой. Именно о таких занятных случаях мы поговорим в ближайшие пару минут. Сегодня вы узнаете, с помощью какого материала мы могли бы высадиться на солнце даже днем. Ваш айфон не сломался бы даже при падении с Москвы-сити. И как на кладбищах могли бы оказаться памятники людям из самих же людей. Спешите видеть! Пойдем мы от самого древнего к самому новому. Первым в списке будет античный понтийский царь Митридат Евпатор, который по легенде создал антидот от любых ядов. Источником царской изобретательности стала мать Митридата. Она отравила его отца и намеревалась отравить и его. В итоге юноша под присмотром скифских шаманов пичкал свое тело всевозможной пакостью, пока не выработал иммунитет, а затем и создал волшебное зелье. Это все легенда, но вот рецепт Митридата, написанный царем лично от руки, существовал. Его впоследствии переписали его приближенные на латынь и другие местные языки. С каждым переводом вносилось все больше неточностей, но одна из первых редакций на латыни сохранилась. Найти вы ее легко можете в интернете, она слишком большая, чтобы тут зачитывать. Саму зелье на полном серьезе применяли вплоть до 18 века. И, как говорят, не от всех ядов, но оно все же было действенным. Критики, конечно, тоже хватает. Сейчас тот самый Митридат считается всего лишь алхимической легендой, но в качестве разминки он нас развлек. Следующий пункт тоже относится к античности. Представьте, что вы сжимаете стеклянный стакан в руке, а затем он восстанавливается к прежнему состоянию, словно имеет память формы. Это очень простой пример, но как бы такое гибкое стекло могло быть применено в промышленности, уму непостижимо. Если верить легенде из Сатирикона Петрония, а также свидетельствам римского энциклопедиста Плиния Старшего, в начале нашей эры некий стеклодув продемонстрировал именно такое стекло императору Тиберию. В источниках гибкое стекло так и называется – витрин флексель. В качестве демонстрации стеклянный сосуд роняли и били молотком, но тот неустанно возвращался к исходной форме. Император оценил изобретение неоднозначно. В качестве награды изобретатель лишился головы, так как, если верить легенде, император испугался обесценивания драгоценных металлов, если такое чудо попадет на рынок. Правда это все или нет, мы точно не узнаем, так как физических останков до нас не дошло. Приходится полагаться лишь на письменные свидетельства. Современные исследователи относятся к этой легенде относительно серьезно. Многие верят, что такое стекло возможно, но повторить пока никому не удалось. С другой стороны, у нас уже существует много разных видов прозрачных, как стекло и прочных, как сталь, других материалов. Поэтому сильно ли нам нужен этот витрин флексель? У того же Древнего Рима существовало и другое волшебное стекло, уже дошедшее до наших дней. Прямо на ваших глазах отнюдь не два, а один и тот же кубок Ликурга. Просто в первом случае он освещен спереди, а во втором – сзади. Одним и тем же светом. Такой эффект достигается с помощью мельчайших частиц золота и серебра в составе стекла. Не просто мельчайших, диаметр не превышает 50 нанометров, что меньше тысячной доли крупинки соли. Повторить такой эффект в современных реалиях – задача в целом выполнимая. Но вот как это сделали почти две тысячи лет назад, вопрос открытый. И снова Греция. О следующем изобретении вы наверняка слышали, да и у нас в одном ролике оно уже фигурировало. Но ни один список утерянных изобретений прошлого еще не обходился без него. Речь, конечно же, о греческом огне. Супероружие Византии, изобретенное в конце первого тысячелетия. Этим огнем греки отбили флот арабских захватчиков и множество раз применяли как в морских сражениях, так и на суше, в том числе для осады крепостей. Мегаэффективное изобретение держалось греками в строжайшей тайне, чтобы враги не переняли его и не использовали против самих же византийцев. На самом деле, к сожалению или счастью, образ греческого огня сильно романтизирован. Аналоги греческого огня существовали на Ближнем Востоке за тысячелетия до его первого применения греками. Зажигательные смеси китайцев на основе селитры по своему применению тоже сильно его напоминали. Ну а французский ювелир Антуан Дюпре в 1758 году вроде как сумел повторить тот самый греческий огонь. Правда, в серию он не пошел. Сам же греческий огонь держался греками в тайне и для своего времени был очень эффективным и уникальным в своем роде. А повторить его невозможно по одной простой причине. Мы понятия не имеем, какой там был у него состав. Тексты того времени, в которых указывается рецептура огня, противоречат друг другу. Происходит это по двум причинам. Во-первых, видимо, единого рецепта не существовало и в разное время он мог отличаться. А во-вторых, в то время не существовало единой терминологии. Так серой могли называть практически любое горючее вещество, от животного жира до сырой нефти. Сейчас существует не менее эффективный напалм, который активно применялся дядюшкой Сэмом во Вьетнаме. Но насколько он близок к своему греческому собрату, судить невозможно. А мы переносимся в 19 век, в первой половине которого жил да был итальянский натуралист и анатом Джироламо Сегато. После экспедиции в Египет и изучения мумий-фараонов, Джироламо был под впечатлением и загорелся идеей повторить сохранение мертвого тела. Только лучшее! Джироламо хотел сделать так, чтобы тело после смерти полностью твердело и не менялось в принципе, превратившись в подобие каменной статуи. И концовка у этой истории не классическая. Ему это удалось! Правда, не полностью. Джироламо научился превращать в камень лишь отдельные части тела и внутренние органы. Тем не менее, результат поражает. Его статуи, если можно так о них выразиться, не только сохраняли форму и цвет изначального образца, но даже клеточная структура оставалась нетронутой. Более того, эти мумии не разлагаются до сих пор и даже не требуют особого ухода и хранятся в анатомическом музее во Флоренции. Изобретение Джироламо принесло ему не очень приятную славу. Дело в том, что он никому не желал раскрывать тайну своей чудо-мумификации и даже не делился экспонатами с коллекционерами или выставками. А потому в ту эпоху о нем стали распространяться слухи, якобы он использует черную магию. А культизм в середине 19 века был довольно модным. С другой стороны, ученое сообщество тогда было куда более токсичным, чем сейчас. И им очень не нравилась скрытность коллеги-первооткрывателя. В итоге со стороны церкви и ученых началась травля бедного Джироламо. Тот психанул и уничтожил все свои записи, пообещав раскрыть тайну доверенному человеку перед смертью. К сожалению, он этого сделать так и не успел. Джироламо похоронен в родной Флоренции с ироничной эпитафией. Здесь покоится Джироламо Сегато, который остался бы целым и окаменевшим, если бы секрет его искусства не умер вместе с ним. Наконец, переходим в 20 век. Нидерланды. Местный инженер-компьютерщик Ян Слоот в 1995 году заявил о том, что создал метод кодирования данных, названный Слоот Digital Coding System. Данный метод кодирования позволяет ужать видеофайл объемом в 3 гига, например, фильм, до смехотворных 8 килобайт. С 1995 мы, конечно, научились ужимать данные получше, но таких масштабов мы не видели. В фотошоп скажут программисты, но как бы не так, компания Philips вышла на него и собиралась заключить контракт. Был даже зарегистрирован патент, но случилось несчастье. Слоот скончался от сердечного приступа буквально за день до заключения сделки. Дискета с кодом так и не была найдена, а поэтому тайна чудо-кодирования ушла в могилу вместе с изобретателем. И последний наш гость на сегодня чудо-пластик, способный выдерживать температуру выше, чем на поверхности солнца. А создал его не талантливый выпускник Кембриджа и не команда ученых Пентагона. Создал его самый обычный парикмахер и химик-любитель из Северной Англии Моррис Уорд. Чудо-материал был изобретен в 1986 году под воздействием шока. Уорд увидел по телевизору новость о трагедии Боинга авиакомпании British Air Tours, в которой весь экипаж погиб от пожара. В итоге был создан гибкий материал на основе полимеров и керамики. Впервые его публично испытали всего лишь паяльной лампой в 90-м году в шоу «Мир завтрашнего дня». А затем понеслась череда испытаний от НАТО, Минобороны Великобритании и Британского института ядерного оружия. Во всех этих испытаниях материал, названный в итоге «Старлайтом», подвергали имитации воздействия ядерного оружия, нагревали до 10 тысяч градусов Цельсия. «Старлайт» превзошел все возможные ожидания. Мало того, что при нагревании даже на таких температурах все содержимое оставалось целым и невредимым, так еще и материал не выпускал никаких ядовитых испарений. Уорда хотели склонить к подписанию патента или заключению контракта как государственные, так и частные предприятия, но тот был не преклонен. По неизвестным причинам, Уорд в итоге не захотел раскрывать секретную формулу, которую вроде как делал специально для благих целей. В конце концов, он скончался совсем недавно, в 11-м году. Он заявлял, что его ближайшее окружение знает формулу, но те сейчас все отрицают. Либо правда не знают, либо не хотят иметь дело с назойливыми инвесторами. Так или иначе, сейчас «Старлайт» остается неопубликованным, и неизвестно, как скоро у нас еще появится доступ к подобной технологии. Кто знает, может, если бы все хорошие идеи без исключения были реализованы и дошли до наших дней, то мы бы уже жили в технологической сингулярности? А может, ничего бы толком и не изменилось? Сегодня мы рассказали о довольно известных утерянных технологиях, но если хотите больше, то вы всегда можете посмотреть наши другие ролики про удивительные технологии древних. А если вы уже все посмотрели и требуете еще, милости просим в комментарии. Если такой формат вам зашел, будем рады копнуть глубже и выпустить вторую часть. А пока что у нас на этом все. До новых встреч, друзья! Друзья, у нас небольшое объявление. С этого момента мы начинаем активно вести наш Телеграм-канал, где будем публиковать кучу интересной исторической болтовни, анонсировать ролики и вместе с вами выбирать для них темы. Комментарии там открыты, пообщаться с авторами другой истории сможет каждый. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Будем рады вас видеть! Продолжение следует...